Самарец Владислав Харчев Из напитков кофе редко чай. Короче, всё то, что можно увидеть в Берлине, Париже и Риме. Зачем тогда ехать в нашу страну? Например, в Самаре крупнейшая сеть пекарен-беко. Имеет почти 50 точек по городу. В каждой по 30 видов пирожков и булочек. Вполне национальная еда. Перевести ценники обошлось бы в тысячу рублей. Но нет, не перевели. И туристы вынуждены были на пальцах изъясняться, сладкая начинка или нет. Или тупо покупать шаверму в киоске по соседству. Всё это косяк ментуризма. Тему Мундиаля продолжают и в паблике Тольятти соцсети ВКонтакте. Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами. Неофициальные фесты были по всей стране. Стерли-Тамак, Севастопль, Рязань. Где-то собирались тысячи людей, где-то лишь десятки. Вся страна жила футболом. Вся, кроме унылых и депрессивных дыр, в которую превратился Тольятти, пишет автор. Даже у таджиков в Душанбе была фан-зона. Посмотрите, какой праздник мы могли бы получить, но не получили. Стыдно за Тольятти. Ни одного дня не бывает в сети, чтобы не ругали Сбербанк. Как бы ты ни хотел думать, что Сбер стал лучше, он упорно делает всё, чтобы такая мысль даже не лезла, негодует в Фейсбуке Лина Арнаутова. Целых 50 минут моего времени ушло на получение карты. При этом, что в отделении было всего два посетителя, и оба ждали очередь в 10 работающих окошек. Дальше последовали 30 минут очень странного обслуживания. Меня обслуживала забывчивая барышня, не способная объяснить, для чего она проводит некоторые действия, если у меня все онлайн-сервисы уже зарегистрированы. Потом она не завершила сессию и пришлось возвращаться снова, так как это делается только в моём присутствии. Хотя я вижу лишь спину монитора всю дорогу, смеётся автор.